Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберем с вами плюсы и минусы карты Тинькофф Платину. Это кредитная карта от Тинькофф Банка. Ну и как у каждой кредитной карты, есть те, кому она нравится, а есть те, кому она не нравится. И поэтому человек, который собирается ее оформить, встает в таком распутье, не зная, к какой стороне подойти. Вроде бы и те правы, и те правы. Поэтому давайте я вам сейчас расскажу все плюсы и минусы, для того, чтобы вы могли сопоставить их и понять, подходит вам такая кредитная карта, либо же не подходит. Ну начнем, конечно, с хорошего. Это с плюсов. И первый плюс, и самый большой, это беспроцентная рассрочка до 12 месяцев и льготный период до 55 дней. Как бы не каждая кредитная карта предоставляет рассрочку до 12 месяцев. Второй, немаловажный плюс, это перевод баланса, или как его еще называют, 120 дней рассрочки на погашение другого кредита в другом банке. Что тоже имеет место быть, поскольку 120 дней, 4 месяца, в принципе, достаточно на погашение какого-то небольшого кредита и еще и без процентов. Далее, третий момент, это удобно оформить и получить, поскольку оформить вы можете ее онлайн, а получить вы можете ее даже дома, либо находясь на работе, на прогулке, где угодно. Вы просто указываете дату и время, когда вам будет удобно, чтобы курьер вам привез ее. Еще один немаловажный фактор, это удобное мобильное приложение и интернет-банк. Все очень доступно, легко и просто расписано. Также есть чат поддержки, работает 24 на 7, то есть вот это огромный плюс. Также еще один из плюсов немаловажных, да, это касаемо пополнения. Пополнить можно карту разными способами и без комиссии. Можно как перевести с карты стороннего банка. У Тиньков банка очень много банков-партнеров. Ну и также можно пополнить в банкоматах. Также касаемо годового обслуживания, 590 рублей, это в принципе не так уж и дорого. В сравнении с какими-то другими конкурентными банками, там может быть годовое обслуживание и побольше. Ну и еще последний, наверное, тоже один из главных моментов, это возможность устанавливать ограничения по снятию денежных средств в месяц, в сутки. Ну и перейдем теперь к минусам. Первый минус, это невозможно снять денежные средства без процентов и дополнительной комиссии за снятие. Ну и сейчас практически каждый магазин принимает оплату карты, поэтому лучше оплачивайте банковской картой. Еще один минус, это маленький кредитный лимит и высокая процентная ставка при одобрении новым клиентам банка. Но в принципе, если вы будете попадать в льготный период, то процентная ставка высокая, слишком как-то большую роль и не сыграет, я думаю. Также Тинькофф Банк, ну как и другие, наверное, банки, навязывают платные услуги, это смс-информирование 59 рублей и страхование. Поэтому лучше от этого сразу откажитесь, отключите и дальше пользуйтесь картой Тинькоффа без дополнительных списаний. Ну и последний минус, это очень маленький, наверное, да, бонус этот процент, который кэшбэк возвращается, потому что потратить его можно только на рестораны, ЖД-билеты и фастфуды, да. Может быть, не каждый хотел бы на это потратить денежные средства. Ну а если вы, допустим, чем-то другим, каким-то определенными вещами пользуетесь, к примеру, там путешествуете, то есть карта кредитная All Airlines, там возможность можно кэшбэк поменять на ЖД-билеты, авиабилеты, то есть что более будет уже подходящее для вас. Кстати, по этому поводу у Тинькофф Банка очень много кредитных карт с определенными категориями. Ну и теперь выбор только за вами. Стоит вам оформлять эту банковскую карту, либо не стоит. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и всем пока!